Мне очень приятно продолжить этот ряд великих бюстов, великих имен, которые постепенно заполняют интерьеры Большого Зала Консерватории. Есть некоторая символика, это действительно происходит по воле и судьбы, что недавно мы открывали совсем рядом бюст Мэйла Евгеньевича Файнберга, и великий его ученик и последователь Виктор Карпович Вержанов занял это место рядом со своим учителем. Вот позднее. И поэтому нам действительно очень дорого то, что вот такие инициативы продолжают проявляться, и мы всегда очень рады благодарить тех, кто это помогает нам сделать. Но Виктор Карпович – это легенда консерватории. Это действительно совершенно фантастический музыкант, педагог, и совершенно фантастический жизненный путь. Он закончил консерваторию в год начала войны, в 1941 году, и провел в действующей армии всю эту военную полосу своей жизни. И поразительно, что в 1945 году он, вернувшись не просто в мир музыки, он вернулся на Олимп музыки, потому что он стал победителем Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, разделив эту первую премию с Рихтером. То есть вообще это трудно себе представить, как это возможно вот так вот в водовороте жизни показать удивительные свои творческие возможности. Ну и потом вся жизнь Виктора Карповича – это консерватория, и он был последним, кто проходил мимо малого зала и видел свою фамилию на мраморной доске, куда заносились самые великие выпускники Московской консерватории. Конечно, он был оценен не только в Москве, не только в консерватории, а и во многих странах мира. Он был и многие годы в жюри конкурса королевы Елизаветы Брюсселя, и в Варшаве, и в Германии. Он действительно был очень востребован. Но у него была еще и одна страсть, одна миссия, которую он подчеркивал – это верность Рахманину. И вот именно Виктор Карпович был во главе Рахманинского общества тогда, когда складывались совершенно какие-то еще непривычные взаимоотношения интеллигенции и власти, когда надо было действительно использовать любую возможность для того, чтобы увековечить великие имена. Именно он именно это и сделал. Поэтому сегодня мы отдаем дань его памяти. И, конечно, мне очень дорого, что рядом стоит Маргетта Карповна-Меджанова, которая и подарила нам фактически эту возможность. Я думаю, что она также скажет и об авторе этого юста, потому что нам очень дороги вот эти творческие контакты, которые возникают благодаря этой традиции. Но, наверное, вначале, для того, чтобы мы могли обменяться своими впечатлениями, действительно, как Маргетта Карповна и предлагала изначально, мы снимем это покрывало с этого бюста. Давайте вместе с вами, Маргетта. Виктор Карпович переехал в Москву поступать в консерваторию, которой ему не было еще 17 лет. Он боготворил, он преклонялся перед этим храмом искусства. И служение его музыке было безграничным. Безграничным. Он играл, играл. Время шло, и он завоевал и Россию, и Москву. Он играл с выдающимися дирижерами. Он играл с лучшими оркестрами и в лучших концертных залах мира. Его неповторимое искусство завоевало весь мир. И вот этот бюст – это есть признание его больших достижений, его большого служения консерватории, искусству. Этот бюст – это достойное завершение его творческого пути, его многолетнего творческого пути. Я хочу поблагодарить скульптора Вячеслава Семеновича Филиппера, который должен быть здесь за этот бюст. И еще хочу сказать, что еще в годы жизни Виктора Гарбовича в 1954 году другой скульптор, Токарев Евгений Сергеевич, извоял его руки. И эта работа называлась «Руки пианиста Мержанова». Нет, Виктора Мержанова. Но, к сожалению, сам оригинал не сохранился, а фотография его есть. И я хочу восстановить эту работу в бронзе и подарить ее консерватории. Спасибо. Это будет для нашего музея драгоценное пополнение коллекции. Спасибо. Ну, что еще сказать, что... Здравствуйте. Свой последний концерт Виктор Гарбович сыграл в 2007 году, а в 2012 году его не стало. Я благодарю Бога, я благословляю небо и всю вселенную за то, что у меня был такой горячо мной любимый брат. светлая ему память. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я подошел и, соответственно, попросим вас выставить. Да, я как раз говорила о том, что я благодарю вас за это создание. Спасибо. Мне хочется, конечно, сказать очень много теплых слов родным, вот сестре непосредственно, ученикам, которые принимали активное участие над созданием этого образа. Так много хорошего рассказывали. История легендарного человека, гражданина, патриота своей страны, который оставил... Это настоящий памятник, самый лучший памятник, когда человек уходя оставляет большую хорошую память, светлую память. И вот эта память живет в его работах, в его учениках, в его наследии, то, что он был. Это великий человек, начиная с самого раннего детства, читая его географию. Вот спасибо большое еще раз хочется сказать всем, кто решил сделать образ, создать образ, помочь, старался от души сделать еще раз низкий поклон сестре, которая приложила очень много сил, Маргарите Карповне, для того, чтобы создать образ Виктора Карповича. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, кто хотел бы обвязать слово? Здравствуйте. Может быть, я скажу об одном аспекте только. Есть понятие, вот это чудесное здание, шедевр, Московская консерватория. Есть педагогический коллектив, это то, что мы можем смотреть, на что ведь это как бы материальное. Но есть еще понятие трансцендентное. Оно в мировой истории искусства, вот Московская консерватория, это какой-то идеал, на который равняется, в общем-то, весь музыкальный мир. И одно из воплощений вот этой трансцендентной консерватории, небесной, как небесный Кремль, это то, что мы приходим сюда и встречаемся как с живыми, с Виктором Карпычем, с Милом Геничем, с Эмилием Григорьевичем, с Фернсом Листом. И вот, мне кажется, вот то, что здесь они обрели свой дом, действительно, приходишь на встречу с ними. Вот сегодня консерватория пополнилась еще одним сокровищем, и будем уже приходить, иногда головой приложимся, чтобы утешиться к Бюсту Виктора Карпыча. Я это проверял на Танееве. Когда худо совсем приложится к плечу Сергея Ивановича, на душе легче. И вот я за это великое понятие Московская консерватория, состоящая из прияды великих имен. Сегодня вот этот Олимп пополнился и Виктором Карпычем, моим большим, очень дружным. Я благодарю всех участников, и, конечно, для этого. Спасибо. Спасибо. Мы, конечно, думали, какой момент выбрать для такого радостного события, исходя не только из готовности самого бюста, а из того, что происходит на сцене Большого Зала. И поэтому, мне кажется, момент выбран очень удачно, поскольку сегодня именно вот это будет галерея русского пианизма, который будет представлен еще в обрамлении друга Московской консерватории, фирмы Ямаха Мьюзик, поскольку у нас очень уже много таких общих событий и позади, и впереди. И связано это с тем, что Ямаха Мьюзик это член попечительского совета Московской консерватории. Очень много инструментов появилось здесь, благодаря этому очень многие творческие проекты поддержаны финансово Ямахой. Ну и вот и сегодня как раз именно такой день. Сегодня будет у нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Японии. Ну и руководство фирмы Ямаха тоже, оно скромно где-то отошло на дальний план, совершенно неправильно сделал. Но тем не менее, я очень рад вас видеть и очень рад, что сегодня мы опять здесь вместе в такой приятный момент. Так что всем большое спасибо, и сегодня будет концерт, еще скоро он начнется. Прошу вас продолжить это наше радостное общение. Спасибо всем большое.